Здравствуйте дорогие друзья, я продолжаю рассказывать о настоящем правителе России, который нанял в свое время Путина на пост президента, а сам спрятался в тени, то есть о Владимире Потанине. В прошлом выпуске мы изучили его отца, а также жизнь Потанина и его деятельность вплоть до 1995 года. Продолжаем дальше. В 1995 году идет активное накопление капитала Потанина. Часть доходов скрывается от налогообложения путем их занижения. В начале 1995 года появилась еще одна залоговая концепция приватизации. Ее автором был президент аннексимбанка Владимир Потанин. Не было секретом и то, что не устраивало Потанина в концепции инвестиционной приватизации. И почему возникла идея приватизации залоговой. В первом случае переход государственного имущества в частные руки обуславливался обязательством. Со стороны нового владельца вкладывать собственные деньги в дальнейшее развитие производства. Во втором такого обязательства не требовалось. Тем самым у новых собственников появлялась возможность получать сверхдоходы за счет ничем не компенсируемой эксплуатации промышленных объектов. Не исключался и вариант их быстрой перепродажи, но уже не по специально заниженной конкурсной, а по реальной рыночной цене. В дальнейшем выяснилось еще одно любопытное обстоятельство. 31 августа 1995 года президент подписал указ о передаче в 1995 году в залог акций, находящихся в федеральной собственности. А уже 6 сентября 1995 года Потанин направил Ельцину письмо, в котором подчеркивается, что до начала 4 квартала остается мало времени, но все еще остается большой объем работ по подготовке к залоговым конкурсам. В связи с этим Потанин попросил президента поручить консорциуму российских коммерческих банков организацию в дальнейшем всей работы, связанной с проведением аукционов на право заключения договоров, кредита, залога, находящихся в федеральной собственности, акции и комиссии. Поскольку президент Анексимбанка является неофициальным лидером консорциума, то фактически он просил для себя право контролировать организацию и проведение залоговых аукционов. Формально Ельцин согласился лишь с приложенным к письму списком предприятий, под которые консорциум выражал готовность судить правительству деньги. Но фактически президент отдал залоговые инвестиционные конкурсы в руки руководства Анексимбанка и пары других особо приближенных к руководству страны финансовых структур. Это также содействовало тому, что в ходе подготовки и проведения аукционов возникло множество крайне спорных ситуаций. Все это конечно набор сложных слов, но если все более просто сказать, Потанин за копейки скупил все предприятия России и отдал их своим доверенным соучастникам. Сам придумал хитрую стратегию, как облапошить всю Россию. Сам отдал приказ своему нанятому актеру Ельцину и сам все поимел с народа. Мечта сбылась, первый миллиард долларов был не за горами. А где тут в этой всей картине были его лучшие друзья? Фридман, Березовский, Ходорковский, Гусинский и Абрамович. Ну вот они и были из тех соучастников доверенных, которым посчастливилось за копейки получить государственные предприятия и перепродать их и поиметь с них прибыль. Продолжаем дальше. Журнал «Евромании» назвал Потанина лучшим в России банкиром по итогам 1994 и 1995 годов. Накануне президентских выборов в 1996 год Владимир Потанин заявил, что на выборах будет голосовать за Ельцина. Эта власть заслужила того, чтобы бизнесмены за нее голосовали. Я не вижу другой фигуры, вокруг которой могли бы объединиться некоммунистические силы. 4 июля 1996 года после победы Бориса Ельцина на президентских выборах Потанин заявил, что национальный капитал уже вырос из круга проблем только финансовой политики и приступил к прямым инвестициям в отечественную промышленность. Банки готовы вместе с демократически избранной властью нести ответственность за судьбу реформ и быть локомотивом экономического роста, отметил Потанин. 13 апреля 1996 года распоряжением правительства Российской Федерации Потанин вошел в состав Совета директоров АО «Норильский никель», предприятие, которое производит практически 30% всего никеля во всем мире. Вдумайтесь в эти 30%, вот он практически бесплатный подарок от государства и народа для Потанина. 15 августа 1996 года указом президента Российской Федерации назначен на пост первого вице-премьера России, курирующий финансовый и экономический блок вопросов. В августе, комментируя свое назначение на этот пост, Потанин заявил, что никому ничего не должен, ни у кого не просил этой должности. Осенью 1997 года Потанин создал холдинг «ЗАО «Профмедиа» для управления всеми подконтрольными аннексием банку СМИ, в числе которых в разное время были такие популярные в России издания, как «Известия», «Комсомольская правда», «Афиша» и «Большой город». В 1999 году он учредил некоммерческую благотворительную организацию «Благотворительный фонд Потанина» для реализации долгосрочных проектов в области отечественного образования и культуры. Как раз в 1999 году состояние Потанина начинает приближаться к миллиарду долларов, в то время такой суммы не было ни у кого. И тут бах, Потанин становится добрым благотворителем. Владеешь СМИ наворовал денег путем укрытия налогов и бах, благотворительность. Благотворительность? Хуй. Вот теперь подумайте, подписчики, и напишите в комментариях, насколько вы считаете искренним все постановки с благотворительностью. Просто задумайтесь серьезно о благотворительности блатного человека с таким прошлым. Потанин любит играть в шахматы, так вот это грамотный ход, такой же грамотный, как захват всех СМИ и вливание в голову телезрителей своей правды или по-другому своего дерьма. В начале 2000-х годов Потанин первым из крупных российских бизнесменов начал строительство и освоение горнолыжных трасс в районе Красной Поляны, где в 2014 году прошли зимние Олимпийские игры. Очень важная информация, кому особо были выгодны Олимпийские игры, у кого там был свой бизнес уже с 2000-го года. С декабря 2001 года является членом совета попечителей фонда Соломона Гугенхайма, Нью-Йорк. С июня 2002 года представитель совета директоров благотворительного фонда «Эрмитаж Гугенхайм». С апреля 2003 года представитель попечительского совета государственного «Эрмитажа». В 2006 году Владимир Потанин был избран в первый состав общественной палаты РФ, где возглавил комиссию по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства. В начале 2007 года Потанин объявил о разделе бизнеса со своим партнером Михаилом Прохоровым. После скандала во Франции связано с краткосрочным арестом последнего по подозрению в причастности к сети проституции на горнолыжном курорте «Куршавель». Раздел бизнеса с Михаилом Прохоровым вылился в занятную и сложную процедуру, в ходе которой бывшие партнеры выясняли свои отношения в прессе и судах. Важно, что отношения они выясняли в купленных ими же судах. По моему мнению, показуха. Тем более, что потом они опять с ним сработались через несколько лет. Вообще, очень смешная показуха получается. В начале 2013 года Владимир Потанин стал первым из российских предпринимателей, присоединившихся к филантропической компании «Клятва Дарения», выразив таким образом согласие передать не менее половины своего состояния на благотворительность. «Клятва Дарения» – это филантропическая компания, начатая в июне 2010 года американскими миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. В этом же году Потанин подает на развод со своей женой, с которой он знаком со школы. У Натальи Потаниной взяли интервью. В нем она рассказала о деталях развода. Предложение о разводе стало шоком для меня. В воскресенье 17 ноября 2013 года мы ужинали в Лужках вместе с дочкой Настей и сыном Василием. Это наша семейная традиция. После ужина дети уехали в Москву, а мне Владимир Олегович в достаточно агрессивной и жесткой манере предложил разустись. Сказал, я должна подписать бумаги об отказе от своих прав на имущество и не возражать против передачи денег на благотворительность. Мне было сказано, что если я решу защищать свои интересы в суде, меня никто никогда не услышит. По словам Натальи, ни тогда, ни позже Потанин не предлагал ей материальной компенсации, но если бы она подписала бумаги, то имела бы право жить спокойной жизнью и, наверное, обращаться с просьбами. Устно бывший супруг пообещал передать ей в собственность дом, оплатить расходы на медицинскую помощь и охрану для нее и Василия, а также на его образование, но оформить обещание в письменном виде отказался. Очень хитрожопый ход со стороны Потанина показывает его сущность, что за слова он не любит отвечать и он понимает, что бумага с росписью – это то, что заставит его отвечать. Для младшего сына это стало трагедией. Ему 15, сложный подростковый возраст. К тому же Василий – любимый ребенок. Он родился в семье уже олигарха и вдруг в один момент оказался не нужен отцу. В декабре он позвонил отцу из Америки, хотел поговорить, но тот попросил больше ему не звонить. С тех пор они не общались. Настя держит нейтралитет, у них с отцом хорошие отношения, она работает у него, занимается лужками. С Иваном более сложная ситуация. Он работал в вестиционной компании «Альтпоинт». По словам Натальи, принадлежит Потанину и был уволен, когда попытался разобраться в сложившейся в семье ситуации. При увольнении Ивана во все инстанции были разосланы письма с просьбой о лишении его рабочей визы. Сейчас Иван все-таки устроился в очень хорошую инвестиционную компанию. Вопрос журналиста Натальи Потаниной. В своем исковом заявлении он утверждает, что с 2007 года вы не живете вместе. Наталья отвечает. «Думаю, что это была спланированная юридическая акция, которая должна была лишить меня права защищать свои интересы в суде. Виски о расторжении брака говорится. Совместная жизнь не сложилась. Брачные отношения между нами прекращены с января 2007 года. С этого времени мы не ведем общего хозяйства, проживаем по разным адресам. Семья фактически распалась». Наталья вспоминает, что все эти годы они совместно с мужем отдыхали. В 2008 году большой компанией отмечали его 47-летие. В том же году всей семьей участвовали в большом празднике в Монако, где спускали на воду яхту Анастасия, названную в честь дочери. Июнь и август прошлого года провели на той же яхте вместе с друзьями семьи, а в октябре планировали провести осенние каникулы Василия на яхте и на Мальдивах. «Но Владимир не прилетел», – констатирует Наталья. По ее словам, фотографии и видеозаписи о семейном отдыхе суд не принял к сведению. Равно как и свидетельские показания. Сама Наталья датой распада семьи считает день обращения Потанина в суд. «При разделе совместно нажитого имущества Дата фактического прекращения семейных отношений может иметь принципиальное значение. Согласно разъяснениям Верховного суда, имущество, самостоятельно нажитое одним из супругов после этой даты, считается его личной собственностью». Из описания коллег, которые работали с Потаниным, можно узнать вот такую характеристику о Потанине. «По характеру и образу действий Потанин решителен, напорист, обладает деловой хваткой, хороший профессионал, коммуникабелен, принципиален при решении важных опросов, готов покинуть конфликт вплоть до разрыва отношений. Близко знающие Потанина люди отмечают его потрясающую работоспособность и маниакальное чувство цели. Как слабые стороны отмечаются завышенное самомнение и авторитарный стиль руководства, что может стать причиной конфликтной ситуации. Любит роскошь, обстановка его служебного кабинета в банке и квартире поражает даже достаточно богатых коммерсантов и банкиров. Да уж, кто бы мог подумать, настоящий благотворитель, использующий мошенничество в бизнесе, не желающий тесно общаться со своими детьми, промышляющий и продажа ресурсов России, щедро одаривающий население кредитами из своих банков. Кто-нибудь, представьте ему психолога, а тот человек реально весь погряз в хитрости и всевозможных схемах прибыли. Также мне непонятна концепция Потанина, что его дети должны добиться всего сами. Он ничего не забыл, что его отец пропихнул по блату в институт, потом на работу. Так же, как и остальные люди вокруг него обеспечивали ему всевозможные прикрытия. Такое ощущение, что он перед прессой и народом хочет показать, что отец его мало сыграл в его этой особой карьере. Да ладно, мы верим, обманывать, лгать, втираться в доверие, не мешки ворочать. Только вот детей своих не надо использовать в каких-то своих пиар-целях. А теперь мы посмотрим, как он хвалит себя за то, что он филантроп. Когда мы привыкли к тому, что не страшно, если человек зарабатывает деньги из-за того, что он что-то делает полезное. Ну зарабатывает, ну ради бога, ну зарабатывает, ну если пользу приносит. Если им бред приносит, то это другой вопрос. Но если польза, я же не говорю про благотворительность, да, там еще все хуже. Человек вроде что-то такое делает, он говорит, о, это из-за пиар. Он же отдал, а не взял. Вот привыкнуть к нам уважительно относиться к успеху других людей, да, к способности что-то такое хорошее сделать. Ну просто взять это, оценить, вот не за того, а затем, а зачем он это, а может какие-то задние мысли. Ну какие бы у него не были мысли, вот ничего не было, а вот чего-то после его появления стало и наступило. Ну и радость, и похваляю его, пожми ему руку, скажи, ну, спасибо, а не взял, а не взял, 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 взял. Не за того, не за того, не за того, не за того, взял, 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 спасибо. То есть ты предлагаешь нам пожать твою руку за то, что ты с наших бабушек, дедушек наворовал бабла, а потом решил какой-то процент этого бабла вернуть, чтобы на тебя не сильно злились? Ты свои деньги будто с бразильского или иранского населения добыл и привез нам раздавать. Да блять нет чувак, ты с российского населения добыл это бабло и сейчас обглотанными кусками делишься. Извини, но так не пойдет, мы лучше тебе это оставим, чтобы ты подавился этим. Вы хотите спросить с кого-то, кто обокрал Россию и ваших родителей? Спрашивать надо не с Путина в первую очередь, а с Потанина. Путин вообще как бренд появился много позже и эффективно отвлекал всех на себя все эти 18 лет. Просто аплодисменты, но пора уже переключиться с этой бесполезной куклы на реального царя, который присел в тени и отлично себя там чувствует. Сейчас мы просмотрим видео, где Потанин оправдывает себя за то, что он раздал все государственные заводы и компании за бесценок своим доверенным друзьям из семи банкирщины. Задумайтесь, все прибыльные государственные предприятия и заводы, с которых они потом увеличили свое состояние на миллиарды долларов в течение последующих 20 лет, были отданы по факту банкирам, тесно сотрудничающим с самыми мощнейшими криминальными структурами страны. Все схватили, за все заплатили, СМИ выкупили подчистую. Новая эра банкиров-олигархов наступила. Хорошая, выночная идея была, но процесс она была очень сильно истежена. Ну, скажем так, правило, этих аукционов стремились к борьбе за контроль над предприятиями между, скажем так, новой породкой бизнесменов и старыми номенклатурными красными директорами. Впечатление о том, что это была государственная собственность, которую продали, она была немного преувеличена, это была собственность, которая полностью была на откуп отдана старой номенклатуре. Они все хотели так, то и делали. Хорошо отмазался, все свалил на противостояние каких-то безликих бизнесменов, без имен, без фамилий, а у самого Норильский Никель и другие фирмы, от которых он получил сверхприбыль в начале нулевых, а потом на эту сверхприбыль покупал уже людей, которые ему создавали прибыльные фирмы, типа Синема Парка и все те виды бизнеса, за которые россиянин точно готов платить. Даже его благотворительный фонд направлен не на помощь инвалидам, как многим кажется присвоить благотворительность, а именно на гранты для учащихся с высокими интеллектуальными способностями. Он не просто раздает эти гранты, он реально ищет себе эффективных менеджеров для дальнейшего опутывания россиян именно его бизнесом. Куда ни пойди, по городу везде ты заплатишь потанину. Зайдешь в контакт и подумаешь, что заплатил Усманову, а нет, даже тут заплатишь потанину. А Усманов его эффективный менеджер и его дополнительный денежный склад. Ну а Дуров, который получил три гранта из благотворительного в кавычках фонда Потанина и сливший Усманову контакт, это вообще отдельная тема для ролика. Теперь хочу вас попросить для закрепления знаний загуглить самостоятельно все о залоговых аукционах, которые прошли в 90-х годах. Кто-то из вас может найти там что-то важное и прокомментировать это здесь. О залоговых аукционах вспоминали некоторые люди, но дело в том, что без особых разбирательств, без особых фамилий, также это все не было привязано к потанину. Эту историю с залоговыми аукционами можно было бы забыть, только если бы не столкнулись с тем, что творится с Россией сегодня. И залоговые аукционы эти являются полноправным взаменом в цепи событий, происходящих в России и по сей день. Задумайтесь просто, насколько важна эта информация о захвате всех заводов и компаний в России олигархическими структурами, которые являются одновременно и банкирами, и продавцами ресурсов, и владельцами СМИ. Просто задумайтесь, что бы произошло, если бы эти заводы достались народу, а не банкирам. Кому досталась бы вся эта сверхприбыль? Да, вы правильно мыслите, и да, у вас есть достаточно ума и знаний, чтобы найти правду. В этой части я не смог добраться до Олимпиады в Сочи, в которой потанин был больше всех заинтересован, но в следующей части обязательно, конечно, коснемся этого. Ставьте лайки, иначе это видео дизлайкают, и его больше никто не увидит. А видео важное в целом для России. Подписывайтесь на канал, пишите один и более комментариев, чтобы видео шло в топы. Всем удачи и до следующего выпуска. О чем я хотел сказать? У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочить большими деньгами, но еще и уложить их. Вы говорите страшные вещи вообще-то. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только все люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации. На самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком числе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря.